ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 А у Тамбова своя турнирная ситуация, они занимают третье место. И в принципе эта игра во многом была для них определяющая. У них накануне чемпионата поставила задача выход футбольной национальную лику. Все условия у них для этого есть, и финансовые, и команда хорошего уровня. Поэтому, я думаю, мой коллега Сережа Передня прекрасно понимал, что это последний шанс в случае победы. До 7 очков с нами разрыв сокращался. Хотя я прекрасно понимаю, что даже 7 очков отыграть на такой короткой дистанции просто нереально. А после этого, после этой игры и результат, наша победа, практически они могут бороться теперь только за то, чтобы остаться в тройке. Ну я думаю, что в тройке будет, потому что команда очень добротная. Хотя их английский подпирают, и в зависимости от результатов, и металлург может наступать на пятки. По качеству игры мы планировали, что команда Тамбул будет обороняться, отходить за линию мяча практически всей командой. Схема, по которой они играли, нам понятно была. Мы изучили достаточно хорошо 4-4-2, и при этом в варианте два нападающих глубоко опускались. Они уповали на то, что стандартное положение у них, они опасны и наигранное. Мы стремились к тому, чтобы и была установка такова, что максимально взвинтить темп с первых минут, навязать борьбу на всех участках поля, проводить быстрые скоростные атаки. При стандартах у наших ворот, уповая на то, что группа игроков из 6-7 человек будет приходить в нашу штрафную игру. И вот здесь быстрый переход от обороны к атаке, попытаться сделать результат, быстрый результат. Первая часть нам удалась, а потом за счет того, чтобы второе задание было романо. За счет контроля мяча и за счет использования быстрых скоростных игроков группы атаки увеличить наше преимущество. Вторую часть, к сожалению, не смогли мы во второй половине выполнить. Хотя предпосылки для этого будут. Предпосылки были такие довольно серьезные. Это и выход Бирюкова один на один, немножко там он замешкался в завершающей стадии атаки. И выбегание, выход 4 в 3, где Женя Дахарова не хватило точности в последней передаче. Предпосылки будут все. А так по качеству игры я доволен качеством игры. И результат, а не самое главное то, что эспирал в начале. Это доволен тем, что болельщики получили удовольствие от игры. Пожалуйста, вопросы. Есть, есть. Еще как-то исполнить. Такое ощущение, что после забитого мяча как-то команда несколько притормозила, а где-то к 65-й минуте второго тайма так немножко физика стала как-то проседать в середине поля. Ну то, что после забитого мяча я сделал и от бровки делал замечания, и в перерыве указал на это. У нас именно, ну это чисто в психологии, это не с физикой связано. С физикой вы видели, что команда до последней минуты и быстро атаки были. Если бы физика просела, тогда бы этого не было. Это связано с тем, что я предъявил претензии и Мурнину, и Бикетову в том, что они очень глубоко стали садиться, вот именно центральная ось здесь, очень глубоко стали садиться, прижиматься к нашим полузащитникам. И получилось, что здесь подбор стали проигрывать, борьбу всю вверху мы выигрывали, защитники. Вот здесь подбор, и я указал на то, что чревато это, потому что так глубоко они стали садиться, что это уже убойная зона, там 25-28 метров, все очень, на это было указано. Но мы упорвали на то, чтобы как пружина рожаться и быстро убежать в это. Этот момент имел место быть, и мы указали на это. Сегодня в стартовом составе, по-моему, впервые, может быть я ошибаюсь, Заболотный, Забирюков вышли в основе. Как? Тандемы-то ваши? Скорости в обороне были? Ну, я скажу, что Антон отыграл, с учетом уровня его готовности сегодняшнюю игру, ну, скажем, на максимуме отыграл. Почему на максимуме? Потому что, если, ну, вы знаете, что Антон пропустил последний сбор очень натренировочный, у него были проблемы с Гаймором, пазуками воспаления, он полностью сбор пропустил. И Антон такой игрок, которому нужно набрать физические кондиции, с учетом его габаритов. Но то задание, которое было, дано, особенно при стандартных положениях и так, Антон очень много выиграл верховой борьбы, а Миша здесь на подборе должен был убегать. Антон сбрасил за спину туда защитника, он убегает. И это работало, работало все. То, что они распорядились, это работало. Претензии я предъявил Антону по первому тайму в плане, скажем так, на оборонительных действиях в атаке. Оборонительные действия в атаке. Если вы обратили внимание, он в четырех эпизодах фалил на защитнике, который был лицом к своим воротам и опасности, то есть создал атаку на наши ворота, вот именно этими фалами. Когда не надо это было делать, выдавливать и не дать развернуться и все. Ну это эмоции, желания, эмоции и все. А так считаю, что отыграл он в силу своей физической готовности и характер появился. Я к тому, что все-таки Сушкин и Бирюков, они однотипны, а тут немножко столба. Но здесь мы что еще учитывали? Мы учитывали при подготовке к этой игре фактор того, что у Тамбова наигранные комбинации идут высокорослые. Два центральных защитника, Андреев впереди, который играл восьмой номер нападающий. И у них опасны эти моменты. И Антону при стандартных положениях, при всех стандартных, при штрафных, при угловых, при вводе аута было дано задание, с учетом его умения играть головой, он играл по мячу. Если игрокам было дано задание конкретно, кто с кем играет в ситуации при оборонительных действиях у наших ворот, то Антон играл по мячу. И он довольно успешно сыграл в этом, опять же, компоненте. Как выигрывал, как впереди, при переходе от обороны к атаке, когда мяч направлялся туда, вверх, так и здесь продуктивно в оборонительных действиях сыграл. С Захаром довольны вы на мячу права? Опять же, такая же ситуация. Тут еще сложнее. Женя три сбора у нас пропустил. Он находился на сборах, но работал по индивидуальной программе. Только начал недавно, нет? Ну, честь и хвала, и объем скоростной работы хорошего выполнял. Претензии есть к нему, но это мы разберемся. Претензии вот именно в принятии решения, в последние передачи или действия, связанные с завершающей фазой. Были у него предпосылки в эпизоде, который я уже упомянул, когда выход 4 в 3, да? Еще пару моментов было, когда он обыгрывал, и нужно было вот именно последнюю передачу отдать, или взять ответственность, там пару моментов было, когда на себя взять. А так, считаю, что тоже с учетом физической готовности нормально это играет. Желяев наберет форму к последнему? Надеемся на то, что Корай уже начал тренироваться в общей группе, ну, с определенными ограничениями, определенными ограничениями. Ну, так работает уже с мячом все, и то, что с Корой набирает он все, тут чисто вопрос психологии, где-то боясь, боясь, получить повторно травму все, и поэтому где-то он в стык не так уверенно идет, бить пока боится, потому что маковое движение, а тут и связки новые, и удаленный мениск, тут чисто психология, это больше степени. Но надеемся на то, что заключительная рекора уже будет засправлен. По психологии вопрос. Не напрягло вас, что, получается, ты гол забили, он был спорным пенальти, и фактически, за доверясь своими минами, последние 15 минут откровенно тянули время. То есть, как-то для команды, которая выходит в ФНФ, психология, ну, как-то не очень хорошо. Как-то будете с игроком объяснять, что, наверное, все-таки стоит не только один ног отстаивать, но если раз второй зависит? Мы нацеливали на это. Естественно, что будем в этом направлении работать, и мы нацеливали, и я в разделке сказал, что второй тайм мы выходим не сохранять счет, не сохранять счет, а выйти, сделать результат более убедительный, более приемлемый для нас. Но здесь, опять же, вы правильно сказали, в области психологии велика очень ставка, да, очки. И нам понятно, что, может быть, не совсем то, что хотелось бы и болельщикам, и вам, ну, мы по счету играли. По счету, когда предполагает то, что команда, команда, ну, практически они там много эпизодов перешли на такой упрощенный вариант ведения игры, длинная передача туда с борьбой, высокорослого второго форварда, они убрав Григоряна, выпустили второго, уповая на то, что выиграть там верховую борьбу. Ну, если анализировать ситуацию, вы увидели, что практически за два тайма они не создали момента, который тянул бы на голову. Поэтому мы строго собрали в обороне и тот шанс, который был, и шансы, которые были, да, мы их не использовали, но это была одна из тактических задумок, вот именно строгая оборона и быстрый переход с реализацией. Все это было, оборона строгая, переход был, реализации не хватило. Будем работать над этим.